Вы более 20 лет работаете, насколько я понимаю, уже в Европе. То есть, насколько вы себя чувствуете европейским артистом или русским? Или сегодня границы стёрты? Не стёрты границы. Народ очень сейчас сильно озабочен проблемой национального вопроса. То есть, люди копают свой фольклор, ищут свои истории, разбираются, чего это вдруг просто стало христианское у нас, языческое. Кто мы такие, откуда родом? Раньше такого интереса большого не было. Это интересно, потому что на этом держится происхождение видов. И если это только не перерастет гражданскую иную в какую-нибудь очередную, которая сейчас на свете, около 40 происходит одновременно, то, слава богу, народ будет знать, откуда взялись у них вот такие песни, такой язык, вот такая фонетика, вот такие длинные предложения, вот такие фантазии и вот такие детские сказки. Это очень хорошо. Я не считаю себя очень-то сильным русским человеком. Я родился, естественно, в России. Юность моя прошла там. Пропитка моя человеческая произошла в тех краях, а это очень важный момент в юности, в жизни и в детстве, естественно. Дальше я менял страны, города. Но продолжаю использовать материал, который был накоплен в юности очень часто. Эти фантазии, они самые интересные, самые свежие, самые чистые. Другая форма жизни сегодняшняя, она больше от головы, от накопленной формации. Это я стараюсь, кстати, обрезать и использовать нечасто. Вы сейчас находитесь вообще в Дрездене, в Хелерау. Это место, где, по сути, родился весь современный танец, потому что это институт Жака Дальк Роза, там, где делал свои первые эксперименты АПИА также. Вот как-то вы себя чувствуете, какую-то связь внутреннюю, попав туда? Мне очень нравится, когда Гуржи пришел это место купить, и под гипнозом этих двух поляков, начальников в те годы этого места, за гипнозом писал контракт, Гуржи. Но потом дело, конечно, вскрылось, ему там сильно наказали, не продали ему это генералу здание, когда оно было после Дакроза висело в воздухе. Вообще, если бы это была бы студия Гуржи, это было бы интересно. Место удивительное, там и Нижинский был, там, все приезжали учиться. И Дягилев прекрасно взял формы для русских сезонов. Это было сделано на те упражнения Дальк Роза. То есть это влияние этого человека было очень серьезным. Поэтому мы, в общем, находимся в правильном месте. Ну, вы знаете, я хотела вам сказать, что во Франции шел фильм с вашим участием «Фауст». И, конечно, приговор был один, гениальный актер, кто он и откуда. Ваше личное, так сказать, искусство не так, как руководителя, скажем, художественного труппа и режиссера. А вы лично, как актер, вот откуда вы черпаете ваше искусство? Кто были ваши учителя? Потому что там, конечно, очень сильна именно пластическая выразительность в этом образе. Мне кажется, что его можно показывать в этот фильм просто в театральных институтах, показать вообще, что такое квинтэссенция как бы этого искусства. Ниоткуда, какими школами человек должен владеть, чтобы попасть в разные приложения режиссера. Потому что режиссер берет, любой режиссер, ему нет времени учить актера, даже любого генерала. Он берет готовый материал. Что может Леонар Ди Капри? Вот это. Возьмем вот это. У кого какие глазки поострее? Вот это возьмем. Кто хорошо паузу держит? Давайте возьмем Гудмана. Прекрасно, хорошо. Он берет материал. Даже Сокуров взял меня, потому что он знал, что я делаю свои спектакли, выступая на сцене в сверху этих хипостасях. Я, в принципе, готовлю этого фильма. Единственное, нужно найти его форму языка, потому что форму языка не просто сниматься в кино. Оказывается, что Сокуров не просто режиссер, а это какой-то профессиональный гений. Даже мне так нравится. Потому что когда увидел, как он будет снимать фильм, он подумал, что здесь ничего не годится. Никакая школа готова, тут не годится. Увидел косые камеры, кривые рельсы, зеркала какие-то, искривление пространства, косые дома. То есть, понятно, что нужно было все сделать криво. И благодаря тому, что я изучал разные школы актерской игры, на всякий случай. Просто было интересно, чем отличается Таир от Вахтангова, Евриинов от Станиславского, Грега в счет кого-то. Я понял, что школа супермарионетки Грега в какой-то степени близка к этой истории. И с этой школы я туда попал. Эта школа основана на других формах оценки ситуации, на скорости рефлексии на ситуацию, на точном позиционировании твоих эмоциональных движений. То есть, школа отличается от Станиславского сильно. Я просто использовал эту школу и, как говорится, попал. То есть, если я играю джазовый квадрат, то нужно играть вот так. Если я играю рок-н-ролл, то нужно играть вот так. Ну, откуда все это берется? Ну, из любопытства, мне же интересно, что люди делают на сцене. То есть, я же вижу какие-то спектакли иногда, читаю какие-то книжки, смотрю, что происходит в милитеатре. Мне любопытно, что еще можно добиться на сцене, кроме акробатики, там, клонады, цирка, смешение стилей. Просто любопытство. Я любопытен.